Всем привет! Вы на канале Кэрри Кэп, под ней я вам покажу наш комьюнити в Калифорнии, где мы снимаем квартиру. Если немного о нашей квартире, мы платим за нее 4 200 тысячи долларов в месяц. И что же мы имеем? То есть наш комьюнити, давайте я вам покажу сейчас его. Сразу хотела сказать, что квартира у нас около 120 квадратов, то есть это two bedrooms. Погнали! Заходим. Что хотелось рассказать о комьюнити? Это несколько домов трехэтажных, то есть в основном здесь все дома трехэтажные. Есть отдельно стоящие дома двухэтажные. У каждой квартиры в данном комьюнити есть свой гараж. То есть помимо того, что здесь очень много парковочных мест, также места для зарядки автомобилей, ко всему этому у каждой квартиры есть свой гараж. Очень мало квартир расположено на первых этажах, в основном это здесь занимают, это все гаражи. Вот так вот это выглядит. Это маленькое здание, это мусорка. Практически возле каждого дома есть вот такая маленькая мусорка. Опять же хотелось рассказать то, что скоро у нас открывается рядом с нами еще один огромнейший комплекс. Наш комьюнити станет частью вот этого комплекса. Там будут новейшие бассейны, он будет огромный, там все будет новое, все будет классное. Два больших бассейна и бассейны с морской водой, в принципе, так же, как у нас. И мы сможем туда ходить бесплатно. Сейчас я вам покажу лаунж-зону, нашу лаунж-зону, в которую могут ходить все жители этого комьюнити, так же закатывать там вечеринки, арендовать помещение, то есть это все входит в стоимость. Так оно называется, клаб-лаунж. Тут, конечно же, есть лифт, но мы пойдем по лестнице. Сейчас вот на таких вот замочках. Такая вот комнатка, тут стоит компьютер и мак, принтер, конечно же, везде ковры, все выглядит очень-очень шикарно, все видно, что это новое. За этим следят туалеты. Давайте покажу вам туалет. Хлоп-хлоп. Такие вот туалеты. Пошли. Так же вход. Все выглядит в этих замках. О. Вот мы попадаем. Вот такая вот огромнейшая просто комната. Здесь есть кухня, здесь очень много столов, камин. Все это выходит вид на бассейн. Смотрим, смотрим. Вы можете арендовать это все. Это все входит в стоимость, как я уже сказала. Это большая кухня со всеми прибамбасами. Плазма. Камин. Еще одна плазма. Единственное, я не знаю, как можно две плазмы смотреть одновременно. И все, здесь выход в бассейн. Так же столы. Вот такой вот. Давайте я вам покажу наш бассейн в нашем комьюнити. Сегодня у нас здесь очень много народу. Как нельзя, кстати. Потому что меня постоянно спрашивают, что ты там одна. Что вы там только одни, у вас там никого нет. Вот смотрите. Вот это вот спа. У нас вот здесь вот спа. Сейчас я вам его покажу. Вот такой у нас спа здесь. Можно переключать, чтобы он лился чем-то другим. Вот, смотрите. Такие вот фонтанчики. Тут вот есть несколько такие, знаете, типа беседки. Такие беседки. Столик. Тут вот наши всякие прибамбосы для ребенка. Марк в бассейне. Идем далее. А тут есть зона барбекю. Здесь вот зона барбекю. Тут такие стоят барбекюшки. Две. На самом деле там еще есть. Вот это вот все. Такой шикарный бассейн с лежаками, столиками. Там вот люди тусят. Как ни странно. Здесь есть камин. Камин в абсолютно рабочем состоянии. Тут даже написано, как его можно включить. Данная инструкция. Очень красивый сад. Очень красивый сад. Есть такая большая беседка под навесом. И там вот как раз ворона сейчас орудует. Ворона. Тут тоже есть одна барбекюшка. И сегодня вот здесь сделали как раз барбекю. Душ. Душ. И отдельно, конечно же, душ для инвалидов. То есть все предусмотрено для людей. Все предусмотрено для людей с ограниченными возможностями. И это, конечно, очень-очень круто. Тут есть поилка. Можно попить воды. Там был туалет. В общем-то, все. А, здесь сразу выходит спортзал. Там люди сейчас как раз занимаются. Ну, ребят, скажите, это потрясно, да? То есть 4200, это еще не так дорого. Есть квартиры подешевле, но есть и квартиры за 6500 здесь. То есть это 3-bedroom. Все шикарные. Сейчас мы идем в тренажерный зал. В тренажерный зал. То есть это тоже все, конечно же, входит в стоимость. У нас очень жарко, поэтому я вот такой вот пимпочкой на голове. Я не знаю, наверняка кто-то есть. Сейчас в целом в зале там часы кто-то занимается. Но в целом у нас по всему комьюнити немного народа. Толкучек каких-то нет такого, конечно же. И что у нас? В ручах. Никого нету. Мы пришли в тренажерный зал. Тут очень-очень свежо. Наверху вентиляторы. Конечно же, здесь работает кондиционер. Видите? Смотрите, 3 беговые дорожки. 3 эллипса. И вот там еще какие-то штучки тоже прикольные. Я не знаю. Я не хочу заниматься тренажером. Вот здесь водичка же, опять же. Очень-очень свежо. И есть рядом с комьюнити детская площадка. Она не принадлежит самому комьюнити, но она находится рядом. Также рядом есть парк. Там гуляют и с собаками. В общем, там гуляют и с собаками. Все такое. Вот эти дома двухэтажные. Там просто живут люди. Отдельно, так сказать, от всех. Это начинается другое. Можно брать пакетики для собак. То есть обязательно за собаками убирать бесплатные пакетики. Я взяла последние два. Пчатка. Детская площадка. Она у нас небольшая. Вообще, хотелось бы сказать, что в Америке нет никаких проблем с детскими площадками. По крайней мере, у нас расположено все возле дома. То есть возле дома в пешей доступности у нас четыре детские площадки. Четыре детские площадки. Барри, пошли ко мне, ко мне. И мы живем еще в таком районе. То есть здесь прям супермаркетов нет в пешей доступности. Но в целом очень часто, где можно встретить комьюнити рядом с супермаркетами. Квартиру покажу отдельно. Пишите вопросы. Подписывайтесь на мой канал. Здесь будет много интересного. Мы только приехали в США.